здравствуйте друзья думаю что все или почти все пользователи системы home assistant сталкивались ситуацией когда какое-то устройство переходила в статус недоступна при этом фактически она работала этому может быть множество причин но одна из них и довольно распространенная это программный сбой интеграции починить такое устройство очень просто нужно просто перезагрузить его но тут возникает два вопроса как это сделать через автоматизацию и что сделать с устройствами у которых нет такого пункта меню покажу на примере отвалившегося шлюза сяоми который у меня выполняет роль говорилки и ночника сейчас он недоступен попробуем его починить ловким движением руки устройство вернулось в строй давайте теперь разберемся как это реализовано вот автоматизация которая следит за устройством напомню в моем примере это шлюз сяоми но на самом деле тут может быть что угодно я просто ждал первое попавшееся устройство которое решит отвалиться в качестве триггера тут есть виртуальная кнопка кто не знает что то такое смотрите в описании ссылку на мое видео по этой теме кроме кнопки проверка каждые 10 минут условия шлюз недоступен правда сразу скажу что если шлюз действительно недоступен то конечно такая программная перезагрузка не сильно поможет вариант решения такого кейса рассмотрим чуть далее далее запускается служба home assistant reload config entry перезагрузка записи в конфигурации системы далее необходимо указать айди нужного устройства а где его легко можно взять сейчас покажу проще всего через меню интеграции зайти на страницу этого устройства и скопировать его айди из адресной строки если так не получается есть другой вариант нужно перейти в папку storage если вы используете файл editor по умолчанию эта папка скрыта зайдите в конфигурацию дополнений снимите запрет с нее тут ищем файл который называется core ntt registry тут и хранятся записи устройств ищем по иди устройства его техническому имени соответствующую запись ну а в ней находим тот же девайс айди это пригодится для случаев когда устройство прописано вручную в яму и не видно в перечне интеграции рассмотрим другую ситуацию когда устройство действительно зависла проблема на его стороне и программная перезагрузка не помогает если такое бывает более менее часто то есть смысл предусмотреть сброс по питанию в данном случае я специально отключил питание на шлюзе поэтому программная перезагрузка не помогла для визуализации следующее действие автоматизации выводит системное сообщение по факту переключает питание и устройство вновь возвращается в строй для реализации этого я продолжил уже рассмотренную автоматизацию написав логику которая проверяет успешность первой части программной перезагрузки тут используется конструкция которая называется wait for template ожидание того что заданный шаблон в данном случае это состояние светильника не равно недоступна течение указанного времени я задал 10 секунд получит статус труб случае если автоматизация не дождалась этого шаблона то есть светильник остался недоступным запускается ряд действий для визуализации я сюда включил системное сообщение кстати такие вставки удобно использовать при отладке автоматизации чтобы проверять их работоспособность далее розетка в которую вот он шлюз отключается и через 5 секунд включается снова тем самым перегружая ее по питанию на самом деле эта логика имеет еще много различных вариантов вместо перезагрузки по питанию не всегда есть возможность ее сделать просто отправлять уведомление в telegram а чтобы не было постоянного спама использовать предохранитель в виде input boolean включая его в этой части автоматизации а в ее условиях поставить проверку на то чтобы он был выключен тогда при неудачной перезагрузке вам придет сообщение но дальше автоматизация работать уже не будет на этом все надеюсь видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки если вы еще не подписались на мой канал можно сделать это прямо сейчас если вам нравится то что я делаю вы хотите новое видео посвященные умному дому поддержите мой канал став его спонсором кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи ссылку вы найдете в описании также я веду и telegram канал в котором публикую полезную информацию опросы и ссылки на устройство умного дома буду рад если вы присоединитесь к нему в описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре на полезные ресурсы а также на те видео которые либо упоминаются либо пересекаются с темой этого до новых встреч всем мира и и Продолжение следует...